Это просто Хорнета Шафт и Мамонта Шафта М3 на Лейтенанте! И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас уникальнейший ролик, уникальнейший аккаунт, это Чиппердейл, которого давно-давно вы и не видели. На это были свои причины, и сегодня я вам просто расскажу, за что вы обязательно должны поставить лайк. Почему же я не играл на этом аккаунте? Почему более месяца я вообще, грубо говоря, на него вообще не заходил? Я думал, что было бы логично прокачать сначала вооружение на данном аккаунте, а потом только начинать на нем играть, и я уверен, что после данного видеоролика я и на стримах, и помимо них начну играть на данном аккаунте, начну прокачивать его, ведь это аккаунт на Шафте, кто, ребят, не знает, это Шафт до Легенды, и пока у нас все довольно-таки неплохо получалось, но был промежуток времени, пока мы ничего не делали. Почему я не прокачивал этот аккаунт? Сейчас вы увидите ту вещь, возможно, кто-то уже увидел. Это Hornetta Shaft M3. На каком звании? На лейтенанте Hornetta Shaft M3. Я не буду говорить, что у меня еще и Мамонт фуловый, да, были бы еще какие-нибудь уникальнейшие модули M3 прокачаны, это было бы вообще круто, но данное вооружение на таком маленьком звании в M3 модификации, это очень достойно, и сегодня хотелось бы просто покатать на данном вооружении, потому что я не играл на Hornetta Shaft M3 на лейтенанте, хотел бы вообще посмотреть, насколько жестко гнет он в матчмейкинге, поэтому давайте сейчас запикаемся и вместе с вами вообще посмотрим, насколько крутое данное вооружение, потому что, безусловно, нам придется прокачивать на данном вооружении аккаунт как минимум до где-то звания ген-майора, ген-лейтенанта, именно на тех званиях появляются следующие комплекты с данной пушечкой, тогда, может быть, уже появится какой-нибудь интереснейший комплектик с Shaft M3, и тогда мне удастся что-то уже прикупить, безусловно, еще, прикупим мы устройство на данную пушку, примерно где-то через, сколько у нас там, через званий так 4-5, если не ошибаюсь, то именно на полковнике открывается устройство на Shaft на 3 выстрела, и я вообще считаю, что это устройство очень крутейшее для данной пушечки, и с ним намного проще будет в определенных катках нагибать, поэтому аккаунт начинает, вернее, даже не то, что начинает, продолжает жить, и я думаю, что совсем скоро данное звание будет быстро-быстро расти, ну и, конечно же, мы будем продолжать все это дело набивать на стримах. Ну, а сейчас давайте попробуем просто ворваться в данную катку, посмотреть, насколько жестко нагибает наш Shaft, приехал я тут на вражескую базу, подобрал овердрайв сбоку, не сказал бы я, что я его очень грамотно реализовал, но покидать немножечко мне удалось по противнику, и сейчас благополучно меня отправляют на респ, грубо говоря, за полторы минуты 55 опыта с пару-тройку выстрелов, это не так плохо, наверное-таки, для данного вооружения, сейчас давайте попробуем вообще свестись, мне очень интересно, сколько урона выдает в прицеле данная пушка с фулл баллона, потому что сейчас он Shaft выдал 2100 урона, этого, конечно, хватило, но это был не фулл баллон, я не успел полностью свестись, а вот сейчас можно было бы немножечко подождать, ах, чуть-чуть уехал тут противника, вот здесь мы раздали неплохо, почти 3000 выдает с ДДшкой данный Shaft, и я считаю, что это очень круто, 3000 по ДАшному танку выдавать с Shaft M3 на таких званиях, это просто достойно уважения, я считаю, что это очень круто, и то, что на этой пушке мне будет, ну, просто настолько изи сейчас набивать и звания, и какие-то определенные челленджи, я думаю, что даже следующий челлендж мы будем проходить на данном аккаунте, если вам интересна вообще идея продвижения данного аккаунта, вы хотите, чтобы я прошел, например, следующий челлендж на нем, то обязательно по этому поводу пишите в комментарии, в комментарии я практически все всегда смотрю, в течение вообще недели первой так точно, потом может быть моменты, когда я не захожу, не смотрю, но по большей части всегда слежу за комментариями, если какие-то интересные идеи от вас там прозвучат, будет очень-очень приятно. Но я думаю, что если мы, условно говоря, где-то к концу лета на данном аккаунте приблизимся уже к Бригадиру, я буду считать, что это довольно-таки хороший результат и достойная прокачка данного аккаунта, поэтому в последующие несколько месяцев мы будем углубляться в данный аккаунт намного-таки больше, да, я не обещаю, что у нас получится прям молниеносно и очень с большой скоростью именно-таки набивать опыт на данном аккаунте, но постараюсь, безусловно, у меня в приоритете именно-таки данный аккаунт, а не какой-то там еще, да, может быть что-то и будет появляться у нас на других аккаунтах, но, безусловно, шафт для меня интересная пушка, потому что у меня данной пушки нету ни на одном аккаунте и об этом я очень много говорил, что шафт будет только здесь и только на этом акке я смогу на данной пушке поиграть, вот такая вот у меня принципиальная, можно в каком-то плане цель. Так что давайте нагибать, я уж много тут наговорил, я думал, что у нас получится немного такого игрового плана видеоролик, но пока я тут только балаболю и балаболю, а катку-то мы уже проигрываем, 3 минуты до конца у нас остается, 0-2 по точкам, по точкам отрыва пока что нету, это значит, что довольно-таки просто можно сократить данный отрыв, если просто ехать, например, на вражеский респ и с двух шотов просто забирать противника, это, конечно, было сейчас очень достойно, 270 опыта я уже наколотил за 4,5 минуты, но это вообще достойненько, достойненько, я считаю, что это очень круто, и сейчас было бы неплохо, наверное, даже мне вот постоять где-нибудь тут, посводиться по противнику, потому что пушка, которая дамажит так много, можно просто стоять на одной зоне и просто накидывать урон, я считаю, что мне даже особо-то и передвигаться-то некуда, можно просто вот здесь попробовать постоять, потому что противник сейчас не контролит особо большое количество точек, вот сейчас я вижу, что тут пацик выезжает, 5000 я ему дал, если без ДАшки, 5000 урона, это очень круто, сейчас еще овердрайв здесь подберем, должно получиться вообще достойно, потому что 2 минуты остается до конца, и сейчас надо просто занимать вражеский, можно так сказать, респик, даже с таким устройством, которое у меня сейчас одето, это вполне реально сделать, и единственный момент, который мне сейчас помешал, это то, что у меня закончилась нарка, но в правой зоне мы сейчас потеряли точку, 5.0 уже начинаем мы вести, это очень хорошо, и сейчас нужно просто здесь врываться, сейчас ДАшку прожму еще, вот так вот сделаем, надеюсь, что было, только хотел сказать, что надеюсь, сейчас крит не вылетит, и вылетел крит, и мне просто сбили овердрайв очень быстро, но ничего страшного, ладно, давайте продолжим продавливать данный фланг, потому что я знаю, что сейчас ХП у данного игрока не должно быть много, у него вообще, я думаю, что сейчас мало было ХП, сейчас мы его заберем, вот здесь Мамонта Эзида, которая по сути мне вообще ничего не должна сделать, я просто откачусь, и сейчас надо просто передамажить противника, потому что мы летим по точкам, мы летим уже 3-5, и надо просто сейчас захватывать, у меня есть овердрайв, я вижу Баспожигу, которая сейчас хотела здесь забрать, хотя бы попытаться забрать данную точку, здесь мы сейчас, конечно же, сведемся, 4000 по Мамонта Шафту мы выносим, и сейчас нужно здесь как-то контролить, надо как-то контролить, плюс еще мина хорошо очень срабатывает, Б точка наша, здесь под контролем, 30 секунд до конца, ну очень круто, ребят, ну вот серьезно, вот насколько круто М3 вооружение смотрится на таких маленьких званиях, это прям вообще достойная тема, я считаю, очень-очень круто, что я смог прокачать на таком маленьком звании данное вооружение, и это уже не какие-то страдания, да, знаете, как раньше я заходил даже на стримах, челленджи там проходил на этом аккаунте, были моменты, когда у меня прямо жестко горело, да, когда я понимал, что у меня явно вооружение, ну не тянет, ну не тянет, да, как бы и шафт как бы гнет, но меня постоянно респили, да, как-то уже и вторые, и третьи места, уже так тяжело давались бои, но с хори шафтом М3, я понимаю, что все пойдет куда намного проще, я думаю, что данное сочетание будет нагибать вплоть до каких-нибудь бригадиров, пока не появятся у нас М3 ребята с комплектами, да, пока я думаю, что в таких катках, где я играю, может быть и есть игроки с М2 фулл прокачанным вооружением, но их явно не так много, и пока мне будет все это дело, конечно же, набивать довольно-таки просто. Почему не Мамонта шафт, ребят, почему я сейчас склоняюсь больше к харику, здесь, наверное, таки все просто, потому что сейчас Мамонту, ну явно, понерфили овердрайв, а данный корпус я качал только за счет него, чтобы спокойно набивать звезды, например, в режиме регби, либо же на точках даже тех же, но Мамонту овердрайв порезали, я не скажу, что он стал каким-то таким крутым и уникальным, стал по большей части бесполезным, поэтому в большей сложности я думаю, что мы будем катать именно таки на харьке. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился, если вам понравился, вы до сих пор не поставили палец вверх, обязательно поставьте его, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно же, оставьте свой комментарий, и в комментариях напишите свой никнейм, потому что мы разыграем просто промокодик, досмотрели видос, узнали полезную информацию для себя, у меня, ребят, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!